Доброе утро, дорогие друзья! Собегаем правила. Внимательно слышим мои команды. Локтями головой не бьем, по затылку не бьем. За канаты не хватаем. Покажите красивый бой. Удача обоим. По углам. Денис Язута против Игоря Летошек. Да. Здесь, конечно, маршал, я понимаю, о чем вы спросили. Вы про зеркальные нейроны? Нет, я про 2-5. Как получилось? Я это спросил не эфира, я просто не знаю истории. Я тоже, честно говоря, всю историю не знаю. Но у Дениса, у него был период прямо неудач, который, надеемся, для него закончился благополучно. И майка, у тренера была майка клуба Сталинград, насколько я видел. В общем, этот благоградец, я думаю, себя может еще показать. Игорь Летошек, Беларусь, 6-3 рекорд. Чемпион Беларуси по любительскому ММА. Ну и сейчас... Отключил, самое интересное, что взял в клинче одну руку, а бросил в другую. Обычно какую сторону отключают, такой производит бросок. Но это, кстати, не типично. Вот такой Николай Балбошин, дважды знаменосец советской сборной на Олимпиаде. Один из великих. Пятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион. Все на свете. Ух ты, обратный рычаг, локти, попытка. Сейчас уже не получится. А сейчас треугольник обращен, нет? Он брал, не-не-не, он брал, Балбошин брал спину, клинч, да, и поднимал человека и выбирал уже там, в какую сторону ему бросать. О, как. Вот чем он был уникальным? Он мог бросать эти суплексы в любую сторону, куда ему захочется. Причем поменять это мог в процессе. А здесь суплекс был неудачный. Чуть не... Ну, это такой тонкий момент, там не всегда знаешь до самого конца, получится ли это прием или нет. Есть свои нюансы. Тем не менее, сверху. Сверху у нас... Литошек. Да, Игорь Литошек, чемпион Белоруссии по любительству ММА. Ну, и здесь Денис в какой-то момент, во-первых, зевнул позицию. Во-вторых, пытаясь исполнить прием, он, собственно, в эту самую позицию влез. Потом пропустил маунт. Ну, и сейчас то, что делает Литошек, спокойно сел повыше, еще выше. И вот, отключил, отключил, отключил плечи. И я бы на его месте не разменивал сейчас на попытки рычагов в локте, которые... Я просто забивал, да? Просто дорабатывал бы в ударной технике. Я привык видеть из Белоруссии хороших ударников. Здесь, видно, у него с контролем в партере тоже все неплохо. Ох, как жестко попал. Пару раз, и пошла рука, но выскочил, выскочил. Мне кажется, что это было немножко лишним пробовать, да. Вот настолько хорошо уже рука пошла. И показалось, и плечо тебе отдают. Ну, там у него была такая тоже спорная позиция. То есть для рычага локтя тоже совсем там прям хорошей позиции-то не было. Но, однако, вот здесь почти взял распятие. Нет контроля сбоку. Опять работает, добивает, берет. Ну что, и душить будем? Диафрагма-то вряд ли. Но, как контроль, да, наверное, выкрутился. Молодец! Молодец! Почему-то решил не вставать вверх. Непонятно почему. Возможно, потому что соперник был слишком близко. И была угроза получить коленом, например, или ударом ногой. Соответственно, если бы не было трехточек. Ну, опять клинч. Опять клинч. Работает Игорь головой. Бах, бах, двойка. Контролирует. Ударной техники он чувствует себя здесь очень хорошо. Как рыба в баге, да. Попадает, попадает, все проходит. Белорусская ударная школа никогда плохой не была. Она всегда была хорошей, я даже так могу сказать. Учитывая то количество спортсменов именно в тайском боксе. Ну, я вот работал недавно в сборной МОИ с господином Кудином, бесконечно кратным чемпионом. Пятикратным, по-моему. Да, в семи, девяти, десяти. Кто их там уже? Все его титулы, наверное, не сосчитать, да. По тайскому боксу, по кикбоксингу разных версий, в том числе профессиональных версий. Ударник, как ударник, это жутко противно. Да, я когда смотрел на его работу в ударной технике, ну, это такая сказка. Мы с ним и много общались, и по борьбе, и по всему, провели несколько тренировок вместе. Прям, ну, загляденье, как он работает в ударной технике. Вот те нюансы. Он довольно щедрый человек в плане общения на профессиональной теме. То есть он совершенно не скупился какими-то своими знаниями. Бойцу его уровня нету нужды. Постарался ответить тем же. Думаю, что интересные были тренировки. И то, что он показывает, конечно, те принципы, по которым он работает, то есть, соответственно, принципы тайской школы в Белоруссии, они произвели очень хорошее впечатление. Оп-по, иди-минемаун. И вот, два секунда на добивание. Игорь молодец. Сейчас, я думаю, что просто не сядет повыше туда, к подмышкам, выпрямит спину, отожмет голову, и туда, туда, туда. Да, конкретно бить, бить, бить. Конечно, есть ничего не надо придумывать. Денис напропускал, и немножко уже нос течет. Поэтому здесь у него задача дожить до конца первого раунда, а то он восстановится или не восстановится. Задача реализована, да. Сейчас вот вопрос, как будет проходить второй раунд. Очень много, конечно, было пропущенных ударов. Посмотрим, посмотрим. Бой динамичный. И посмотрите, насколько разное состояние после раунда у одного и у второго. Вот оба бойца, я понял, на кого похожи. Литошик похож на Орловском, а Лизута похож на Токтаровым. Но с Орловским они еще и земляки. Ну, естественно. А они, собственно, оба земляки, да. Один. Может быть, из разных городов, да. Но потеть, что верно. Что-то вот есть общее? Да. Ну, не по технике, конечно. Не по технике. Техника разная. Техника разная, разные технические действия выполняет. И Игорь все-таки работает в таком надежном больше стиле. Один у него был бросок за прием. Кроме, да, вот работы борцовской в стойке. Ну, я бы сказал, что кроме рычага, который вы также не одобрили. Да не то, что я не одобрил. Там его сделать было очень трудным. Положений для него не было. Немножко он разменял контроль на... Ну, немножко упустил контроль, может быть, сверху. Но и так неплохо вышло. Второй раунд. И так неплохо вышло. И тут грешно за такими вещами особенно наблюдать. Ну, не все получается в бою. Тут можно сколько угодно, как бы... Ну, с моей стороны было бы как-то умничать там или еще что-то. Но в бою все равно все по-другому. И не все, что у тебя получается на тренировке, и не все, что тебе кажется правильным, сработает там. Ну, да. Иногда приемы вылетают, что называется, сами по себе. Вот позиция просто проявилась. И как, знаете, как фотовспышка. Оп, и все. И прием уже получился. Как получилось? У тебя спрашивают. Потом ты говоришь, а не знаю. Оно само. Не, был такой момент. Вылил, да? В финале одного всероссийского турнира по боевому самбо. Еще в самом начале задушил человека двумя ногами без прихвата руки. Чтобы вы понимали. Не треугольником, не через руку, а просто вот так выпрямив две ноги. Я понял. Я, причем, на ходу придумал этот прием, потом его долго разбирал. Ух ты. Неужели? А шея взята. Шея взята. Хотел бы сил. Так будет прием. Интересно. Захват есть. Нет сейчас работы спины и ног, которые бы растянули Игоря и заставили сдаться. Вот сейчас уже ножи к этому. Неужели будет прием? Нет. Вот мне кажется, сам чуть-чуть не доработал. Мог бы задушить, но не доработал. Мое впечатление. Может быть, силы кончились, как считаете? Может быть, да, вполне. И в таком случае это уже работа Игоря в первом раунде, что так измотал. Это сигнал для того, что... Да, Денису, конечно, для победы нужно было сейчас дорабатывать. Потому что шея была взята хорошо. Ну, по крайней мере, из того, чтобы не было видно. Стараются сразу решать эти вопросы с канатами репери. Это правильно. Можно понять, да, чтобы не было непонятных ситуаций. Ну, сколько было уже споров, что прячутся. Ну, это действительно так. Давай, 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 давай. Да, и такое бывает безносительно данного поединка, но как бы лучше... Правило есть правило. Лучше всегда так делать, чтобы не было. Так, попытка рычага локтя. А ну. А ну. И даже, может быть, и закинул ноги. Удивительно. Удивительно, но действительно взял прием. Пойдет, 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 ну. Хватит ли сил, чтобы вырвать? И... Не хватит ли контроля ногами? И достанет ли Игорь локоть? Достал. Не хватило. Взял прием. Очень удивил то, что... Не ожидал я, что он на такой скорости возьмет и сделает. То есть, достаточно медленно. Оба устали бойцы и... И в стойку. И в стойку, да. Вот сейчас я вспоминаю тактарский финал UFC. Прям как будто оттуда картинка. Ну, таким этапом у Дениса просто не хватит. Да, был бы он чуть посвежее. Конечно, ему было бы проще в реализации обоих этих приемов. Но оба они не выглядят совсем свежими. И сейчас на фоне подобной усталости... Возможно, все, что угодно. Возможно, все, что угодно. Не очень сильный удар. Три точки сохраняют, чтобы не получать горнобой. По крайней мере... Я помню, Миша Газаев против Кости Глухова. Как тогда он у нас сработал в трех точках? Газаев просто съел. Как он его обманул, а? Просто съел. И вот Глухов потом как бы эмоционально... Сиханул. Эмоционально завернул ситуацию на себя. Вот. Но я считаю, что, конечно, Газаев съел его тактически. Я, собственно, был одним из немногих, кто... Потом, сразу после боя с Газаевым на эту тему общался. И выяснил, что, да, действительно, был... Это был план на бой. Да, и план на бой, и все, в общем, было по плану. Очень сильно сгорели, конечно, бойцы. Не ожидал, видимо, Игорь такого сопротивления от Дениса. Не знаю, чего ожидал Денис, но сейчас они... Аперкот-то, ух! Да, сейчас они смотрятся одинаково уставшими. Сейчас победит тот, кто больше хочет победить. Вот это была ошибка. Игоря. Да, вот так рисковать бросок с захватом обеих рук, это вообще очень сложная история. И фактически он его взял и посадил себе в маунт сейчас. А учитывая усталость, скидывать там уже нечем. Аперкот-то делается, по сути, не совсем на себя. Он делается, скорее, по кругу, в сторону. Ну, здесь, я думаю, что время сыграет, и не получится реализовать эту ситуацию. Но со стороны Игоря это, конечно, было лишним отдавать вот так и концовку. В третьем раунде, ну, кто победит, в третьем победит, совершенно, на мой взгляд, очевидно. Вы думаете, да? Ну, да, 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 да. Это и в поединке. А, в этом смысле хорошо. Да, потому что и тот, и другой измотанно прилично. На мой взгляд, Денису стал чуть больше. Игорь, может быть, не ожидал подобного жуткого совершенно сопротивления во втором раунде. Ну, и Денис через «не могу» и через «не хочу». Для него это сильно не первый поединок в таком формате. Так что он... Ну, кого здесь больше, наверное, бойцовского духа. Если уже не в мастерстве дело абсолютно. Или в подготовке. Или функцию. Тут нельзя, наверное, по всему оценивать дух. Возможно, тут именно скажутся кондиции, перелеты, еще что-то. Тут всегда очень много факторов. Ну, и вот как раз крайний эпизод. С попыткой броска запахом двумя руками. Там должно быть несколько другое движение, скручивающее. Мне кажется, Игорь недооценил немножко Дениса. Денис неплохо защищается вот от этих вот приемов. Встает, конечно, посмотрите, с огромным трудом уже. Да, да, да. Готовность такая. По предыдущему раунду было очевидно, что сейчас будут, конечно, на волевых драться бойцы. Оттягивай, оттягивай. Не смешай. Откручивай. 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 Откручивай на месте. Старчик не ярче. Причайся. Да. И один на второго уже. Стояние крайне измотанность. Да. Причайся. Давай. Давай. Вот, вот, вот. Так, опять корпус. Видимо, любит эту тему Игорь. Хорошо себя чувствует в клинче. Но мне кажется, что ему ни в коем случае для победы нельзя рисковать, нельзя рисковать сукликсами, и нужно было бы делать что-то подобное. Насколько умеет делать Север-Юлка? Прием еще недавно у нас не знал никто. Ну, джип Монсон у нас его уже успел... Привил, да. Привил, да. Российским единоборцам. Единоборцам СНГ. Теперь Маунт забрал Игорь. Все сделал очень логично. Показал Север-Юг, потом пересел Маунт. Ну, в этой позиции, если сейчас получится доработать третий раунд, то все в порядке. Да, потихонечку, потихонечку отжать лицо локтем или предплечем, подвести ноги, отключить коленями плечи. И просто, пускай даже не сильно, но провести хорошую серию, забить. Зерно. Расфантазировался я что-то, да? Не с места, как оказалось. Зевнул Игорь. И Денис сделал такой свип и оказался... И сейчас еще и в Маунт сядет, да. И еще и сел Маунт. Ну, ничего себе. Вот и такое бывает. Так, есть сечка. Есть сечка. Мне кажется, это сечка у Дениса. Могу, правда, ошибаться. Отдает руку на прием Игорь. Да, чем, собственно, Денис пытается воспользоваться. Пытается воспользоваться. Ну, а, кстати, глиниш и получится. Может, может. Потому как в прошлый раз легко Игорь отдал эту руку. Но вот здесь нет. Здесь нет. Усталость. Меняются позициями из одной очень рискованной в другую. Но сейчас именно физике не хватает давить. Очень высока усталость. Тоже потом, после боя, только будет известно, почему бойцов... Почему бойцы так устало выглядят. Возможно, тут какие-то перелеты, подготовка не так, еще что-то. Мы не можем этого знать. У нас это в файт-карте не прописано. Поэтому все будет ясно потом. Пока вот опять такой маунт. Получится ли реализовать? Все-таки есть еще две минуты. Так вот тяжело бойцы поднимаются. Я, честно говоря, вот сейчас пытаюсь найти какие-то объяснения, какие там силы есть для того, чтобы просто вставать. У Дениса Язута, ну, все-таки получается... Встает. Да нет, ну, волевые парни, это видно. При таком, в общем-то, уже... Ну, как сказать, отсутствие сил. Все равно продолжает вставать, драться. Ну, волевые парни. Молодец. Даже на фоне усталости исполняет, конечно, проход. О-хо-хо, и даже вот так. Нагаза сделает, что случилось. Лови, 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 держи. Хорошо. Так, поднять, поднял. Почему уронил так, непонятно. Там ноги запутались в канатах. Ноги, две ноги были в канатах. Да, такое бывает. Минута, да, минута. Минута, причем минута идет. Минута. Поэтому меньше минуты. То есть время тут... Не останавливается. Замечание. Ну, кстати, вполне логично, потому что уходил уже от неприятного броска, амплитудного броска. Опять примерно тоже. Денис сейчас двигается просто назад, тут не мой. Ну, логично, что поскольку там канат, а не стену клетки, он туда вывалится. Он и вываливается. Время идет. Пока влезем, пока Тоси по 5-10, как раз, ну, это абсолютно объяснимо, абсолютно понятно. Немножко жалко, что именно чемпионский бой, вот такой вот, оказывается, ну, на недостатке кондиции, прямо скажем. Потому что мы только что видели поединок. Ну, в общем, техника была хорошая, и бросковая показана, и борцовская. В общем, тут навыки-то у парней... Ну, темп, темп, допустим, того же Изотова и Берхамова, тот же темп от Лаулова и Коробейникова. Ну, 15 минут очень, как бы, жесткой схватки. Мне кажется, Игорю логично просто достоять, добить, не пытаться сделать никакие переводы. По количеству переводов он и так далеко впереди. Игорь, Игорь, молодец, он в 3-м раунде. В 3-м раунде, вы знаете, Маршал, он свое преимущество все-таки упрочил. Упрочил довольно сильно. Он был активнее, он делал попытки какие-то и переводов. Единственное, что с контролем не все было хорошо, но это на фоне усталости. А так все в порядке. Я думаю, что... Да, теннис тоже молодец, духовитый. Молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы, проявляют уважение друг к другу. Это вот картинка для тех, кто, может быть, задумывается о том, надо ли, хочется ли выступать. Вот поверьте, иногда... И чаще всего бывает вот так. То есть это очень много пахоты. И вот тому, кто никогда не выходил в ринг, очень трудно понять, что... Он-то в зал. ...находились в хорошем положении. Денис сделал приемы. ...единогласным решением сути победу одержал поец в синем углу ринга Игорь Литоши. Игорь Литоши. Игорь Литоши. Да, мы с вами верно рассудили. Наши поздравления белорусским братьям. Когда побеждают белорусы, то это все-таки такие братские соревнования, и не обидно.